Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». Очередная гуманитарная помощь для военных из нашей республики, находящихся в зоне СВО, собрана в Уропском районе. По заявке военнослужащих приобретены автомобиль Нива, генераторы, ноутбуки, медикаменты, продукты питания и многое другое. За погрузкой и отправкой гуманитарного груза наблюдала наша съемочная группа. Смотрите подробности. Очередную партию гуманитарной помощи от Уропского района собирали, исходя из пожеланий наших земляков-военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С первых дней специальной военной операции по поручению Рашида Борисповича в Уропском муниципальном районе созданы пункты сбора гуманитарной помощи. Наше население активно участвует, приносят различные вещи, продукты питания. Также администрация муниципального района и главы всех поселений ведем работу от себя. По необходимости, по заявкам нашим ребят приобретаем специальные вещи, которые необходимы им. Люди добровольно несут и продукты питания, и все необходимое. Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь. Согласно заявке попросили Ниву, машину Ниву, генераторы, ноутбуки, рации и продукты первой необходимости. В составе гумпомощи и мобильный транспорт для выполнения боевых задач. Активный и неравнодушный житель Уропского района отправили в зону СВО автомобиль Нива повышенной проходимости. Перед отправкой в путь агрегат проверяет принимающая сторона. Впереди долгие пути, участие в боевых действиях, а потому все узлы и агрегаты авто должны быть исправны. Перемещение для нас это очень важно. В любое место мы можем проехать по необходимостям. Вот это очень удобная машина, легкая. Поэтому для нас это очень важно в настоящее время. Самые большие потребности для участников СВО – это буржуйки, теплая одежда и генераторы. Без последних нет даже связи. Для нас, помимо того, что, как вы говорите, тепло, для нас самое важное, чтобы была всегда связь. Если генератора нет, связи не будет, рации не зарядить. То есть корректировка и всю остальную работу, она прекращается. Для военнослужащих, мобилизованных и добровольцев из нашей республики очень важна поддержка со стороны населения и органов власти республики. Бойцы остро чувствуют, что они одни, что нужны, что их ждут, о них заботятся. Для нас это, во-первых, очень приятно, когда ты находишься на линии фронта. К тебе приходит гуманитарка. Ну, важна. Важна и необходима. И это поднимает дух боевой, что все-таки кто-то заботится, родные, население. Это очень приятно, это необходимо. Мы как бы очень благодарны за гуманитарную помощь. В составе гуманитарного груза есть даже, казалось бы, мелочи, например, чугунок и поварешка. Но на передовой это одни из самых необходимых вещей. Ценный груз для солдат упаковали, погрузили, и микроавтобус двинулся в долгий путь, чтобы порадовать наших бойцов. В Карачаево-Черкесии прошла международная научно-практическая конференция «Роль ислама в укреплении духовно-нравственных ценностей в условиях современных геополитических рисков», приуроченная к 25-летию образования Координационного центра мусульман Северного Кавказа и 30-летию образования Карачаево-Черкесского исламского института. Мероприятие было организовано Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования, в котором приняли участие представители духовенства России, ученые-богословы из стран Европы, Сирии и Средней Азии. Подробности расскажет Алихан Лепшоков. Международную научно-практическую конференцию открыли чтения аятов из священного Корана. После для всех участников был представлен ролик о деятельности Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абуханифа. Собравшиеся увидели историю становления вуза и преобразования, которые произошли за последние несколько лет. От имени главы республики Рашида Темрезова всех поприветствовал первый заместитель председателя правительства Хазарчик Куев. Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию духовности, а все выступления и предложения могут иметь прикладное значение для укрепления гражданского согласия и популяризации традиционного ислама в нашей стране, религии, мира и добра. Проведение настоящей конференции в истории Карачаево-Черкесской республики является знаковым событием. После Хазарчик Куев наградил почетными грамотами главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова, Муфтеев, Республики СКФО и Адыгеи в рамках празднования 25-летия образования координационного центра «Мусульман Северного Кавказа». Это уникальная площадка, которая координирует и сплачивает представителей различных национальностей и религиозных конфессий. И хотелось бы пожелать участникам конференции плодотворной работы, отметил заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней политики администрации президента России Алмаз Файзулин. Конечно, очень рад возможности находиться здесь, на гостеприимой земле Карачаева-Черкесии, очень динамично, бурно развивающемся регионе, где придается очень важное значение выстраиванию государственно-конфессиональных отношений. И, конечно, это приносит свои плоды. Также всех участников поприветствовал председатель координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Хаджибердиев. Он поздравил Карачаево-Черкесский исламский институт с 30-летним юбилеем и вручил ректору вуза Мухаммад Хаджибатчаеву орден за ослуги перед Уммой. Исмаил Хаджибердиев пожелал плодотворной работы участникам конференции. «Это благодаря главе республики мы тоже проводим вот эти вот мероприятия. То, что у нас именно в 93-м году мы образовали исламский институт, уже прошло 30 лет. Если взять в историческом виде, это абсолютно ничего не значит, но для нас это очень многое значит. То, что было вначале и то, что сейчас, это совсем большая разница. То, что у нас было 17 мечетей, а сейчас почти 170, это уже о чем-то говорит». Представители различных исламских вузов России высоко отмечали работу Карачаево-Черкесского исламского института и желали дальнейшего процветания. «Институт отмечает не только юбилейную дату, но еще подводит определенные итоги своей деятельности за эти 30 лет. Было сделано многое, было подготовлено большое количество выпускников. Выпускников, которые сейчас строятся на разных абсолютно направлениях. И очень отрадно и важно, что к этому своему юбилею институт приступил, проводя такое значимое мероприятие, какая-то международная конференция». Представитель мусульманской общины во Франции, шейх Сулейман Кристоф Якобс, подчеркнул важность сохранения духовных ценностей. И отметил, что жителям Европы и России необходимо тесно общаться и проводить подобные мероприятия, чтобы познать друг друга. А шейх из Сирии, доктор исламских наук Мухаммад Раджи Абдиб, сказал, что Россия является той страной, которая оказывает поддержку и способствует гармонизации межрелигиозных и межконфессиональных отношений между народами мира. Жителям Европы и России необходимо лучше узнать друг друга, так как это позволит нам преодолеть те предрассудки, которые распространены. И мы надеемся, что такие конференции позволят нам консолидироваться и уважать друг друга. И хвала Всевышнему, что есть вечная любовь. Мусульмане, христиане, иудеи и представители других религий должны познать друг друга. Российская Федерация в основном является блюстителем или распространителем добра в тех странах, которые пережили европейскую колонизацию. Россия в основном делает очень много благотворительных дел для этих стран. Ректор Карачаева Черкесского Исламского Института имени имама Абуханифа Мухаммад Хаджибачаев выразил всем участникам конференции благодарность и отметил, что ВУЗ и дальше будет продолжать развиваться, оставаясь настоящим флагманом религиозного образования. За короткое время мы много чего предуспели. В институте полностью ремонт сделали, снаружи, двор сейчас закончили. Осталось немного уже. Но в дальнейшем, как известно, сейчас уже студенты, уже еле-еле вмещаются внутри института. В дальнейшем мы планируем расширить институт. И сейчас работаем над тем, чтобы получить государственную аккредитацию. В завершении для всех гостей и участников был организован праздничный обед по случаю празднования 30-летия Исламского Института. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести, Карачаева, Черкесия. По всему миру 3 декабря отмечают особый праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций Международный День Инвалидов. Мужество, выдержка, оптимистический настрой позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья побеждать сложные жизненные обстоятельства. Активная гражданская позиция – достойный пример для окружающих. О том, как прошел праздник в коррекционной школе Черкеска, расскажет Дарья Тендит. Международный День Инвалида напоминает всем о нуждающихся в поддержке и помощи, но и в то же время о крепких духом людях, проявляющих таланты в изобразительном искусстве, творчестве и спорте. Люди с ограниченными возможностями особо нуждаются в доброте и внимании. И не только на словах, но и на деле. Студенты МАКСУ и Медколледжа Черкеска приехали поздравить учеников спецшколы. Для студентов особая благодарность видеть счастливые лица и улыбки деток. У нас уже много лет в колледже существует волонтерское движение. Мы работаем и с домом престарелых, и с другими детскими домами. И когда нам недавно поступила заявка о том, чтобы мы пришли и выступили, мы были очень тронуты этим предложением, очень горды тем, что они нас пригласили. И сегодня с удовольствием посетили это мероприятие с творческими концертными номерами. И наша помощь сегодня заключалась в том, чтобы поднять настроение нашими двумерами, какую-то теплую, уютную атмосферу создать. Приехали к деткам, чтобы подарить им хоть какой-то позитив. Мы подготовили для них выступление, угощение. И очень надеемся, что детям это понравилось. Люди с ограниченными возможностями. Это высказывание вовсе не относится к ученикам спецшколы. Их возможности безграничны. Их яркие творческие номера не оставили равнодушными. На протяжении мероприятия звучали стихи, детки танцевали и даже исполняли вокально-хореографические номера. Несмотря на ограничения по здоровью, они стремятся к изучению всего нового. Дети также участвуют в конкурсах за пределами республики и занимают призовые места. В специальной школе обучается 58 детей с ОВЗ. Замеситель директора по учебно-методической работе Людмила Карданова рассказала, что на мероприятии впервые выступили дети, которые обучаются только три месяца. Она отметила, что дети пришли неговорящие, закрытые. А сейчас они не только танцуют, но и стихи читают. Все успехи благодаря педагогическому коллективу, рассказала Людмила Айсовна. Она также поблагодарила гостей, пришедших на мероприятие, за внимание и подарки. Я с ними начинала, как бы, буковки скажут, прослезимся, споют, прослезимся. А когда в итоге они уже начинают разговаривать, как бы, пусть картавив, что, но мы уже не только радуемся, мы расцветаем вместе с ними. В завершении мероприятия наградили отличившихся педагогов специальной школы, а волонтеры подарили сладкие подарки ученикам. Дарья Тиндит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. На этой неделе состоялось 50-е пленарное заседание Народного собрания Карачаева-Черкесии. Депутаты рассмотрели два десятка вопросов, в их числе внесение изменений в законодательный акт о социальных гарантиях, нотариальной деятельности, налоговые послабления по некоторым направлениям, проект бюджета республики и ряд других. Подробности у Артура Мхце. Большинство вопросов, которые депутаты рассмотрели на очередной сессии Народного собрания, ранее уже прошли определенную процедуру прений и согласований на заседаниях профильных комитетов. Так, один из наиболее, пожалуй, интересных касался законопроекта, в котором отражены поручения главы Карачаева-Черкесии Рашиды Тимрезова, парламенту и правительству в сфере здравоохранения и социальной политики. Это увеличение единовременной выплаты за третьего ребенка с 35 до 50 тысяч рублей, повышение размера республиканского материнского капитала со 100 до 150 тысяч, а также доведение компенсации за обучение детей из многодетных семей, где один или оба родителя являются инвалидами с 30 до 50 процентов. Мы с коллегами с Министерства труда и социального развития разработали законопроект, в котором отражены были поручения главы Карачаева-Черкесской республики, рождение Рашиды Тимрезова, в частности, о поддержке отдельных социальных групп. В частности, там о повышении регионального материнского капитала, о единовременной пособии при рождении третьего ребенка, ее увеличение размера социальной поддержки при обучении в колледжах в очной форме многодетных семей, где один или оба родителя инвалиды. Предложенные дополнения положительно скажутся на уровне благосостояния отдельных категорий населения. Несколько рассматриваемых депутатами вопросов касались финансовой составляющей, в частности, первое чтение бюджета республики, исполнения расходов, налоговых послаблений по некоторым видам деятельности. Готы, в первую очередь, призваны помочь нашим предпринимателям. Также непростое время и у них. Здесь у нас идет, во-первых, поддержка. А такие основные новеллы – это поддержка туристической деятельности, кто имеет места временного проживания, соответственно, для них снижена ставка. И для всем известных наших предпринимателей, которые производят текстильную продукцию. Но здесь мы немножко сделали условие, что количество наемных работников должно быть. То есть эта льгота кратковременно, если он набирает людей, туда устраивает. То есть пытаемся решить две задачи – помочь предпринимателю и помочь людям устроиться на работу. По словам министра финансов республики Вадима Камышана, на данный момент оценка выпадающих доходов позволяет рассматривать предлагаемые льготы для поддержки предпринимателей. На заседании также были обсуждены изменения в законодательные акты о нотариальной деятельности, государственной службе, а комиссии по надзору за несовершеннолетними ответственны на обращение с животными, градостроительная политика в регионе. Артур Махцемурад Жанкёзов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Доме правительства республики состоялось подписание трёхстороннего соглашения о минимальной заработной плате в Карачаево-Черкесии. Документ подписан региональными властями. В лице председателя правительства Мурата Аргунова, а также руководителями объединения профсоюзов и союза промышленников и предпринимателей, и работодателей, соответственно, Раиса Айбазовы и Абубакирам Тамбиевы. Социальное партнёрство в Карачаево-Черкесии у нас на должном уровне. Мы всегда с гордостью говорим о том, что в Карачаево-Черкесии наряду с федеральными законами действуют региональные законы о социальном партнёрстве и о трёхсторонней комиссии. Это очень весомая наша законодательная база. Я хочу подчеркнуть, что не во всех субъектах Российской Федерации действует такая законодательная база в соответствии с федеральными законами. По поручению главы Карачаево-Черкесской республики был разработан и согласован со всеми заинтересованными сторонами проект соглашения о минимальной заработной плате в Карачаево-Черкесской республике. Ежегодно проводится индексация минимального размера оплаты труда. В этом году она составила 18,5%. Таким образом, в 2024 году минимальный размер оплаты труда составит 19242 рубля. Российские железные дороги запустили туристический поезд из Ростова в Черкесск. Это позволяет создать комфортный способ перемещения курортов Карачаево-Черкесии в период наибольшего наплыва туристов. О некоторых логистических новшествах в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Еще несколько дней назад единственным производителем шума на железнодорожном вокзале Черкеска была электричка Доневиномыска. Но теперь РЖД вводят туристический поезд из Ростова-на-Дону, тем самым предоставив ценителям отдыха в горах еще один способ посещения курортов Карачаево-Черкесии. Радушные хозяева встретили первых посетителей хлебом с солью и зажигательными кавказскими танцами. Принципиальная позиция руководства республики и поддержка со стороны РЖД позволила организовать туристические поезда в Черкесск в самый привлекательный для отдыхающих людей период. Комфортные вагоны доставили несколько десятков пассажиров, для которых туроператор заранее продумал график посещения курортов Архыз и Донбай. Но перед тем, как сесть в автобус, они приняли участие в викторине на знания достопримечательностей республики, традиции, культуры, истории народов Карачаева-Черкесии. А кое-кто решил продемонстрировать и практические навыки танцевального искусства. Это первый туристический поезд. Следующий туристический поезд – это 9 декабря прибытие в это же время. Ну и, соответственно, на новогодние праздники с 30 декабря по 8 января – это «Ласточка», «Лыжная стрела», которая будет на регулярной основе курсировать Ростов-Черкесск. Гостеприимная Карачаева-Черкесия празднично встретила первых пассажиров туристического поезда. Нет сомнений, что и следующие гости республики по достоинству оценят как сервисы РЖД, так и предоставляемые на курортах услуги. Артур Махцемурад, Жанкёзов, Вести, Карачаева-Черкесия. Сегодня в мире производится примерно полтора миллиона тонн мёда и почти половина его фальсификат. Мёд входит в десятку чаще всего подделываемых продуктов. Защитить же его качество и марку призваны медовые сомелье. В Карачаево-Черкесии прошёл пятый юбилейный конкурс «Лучший мёд России», на котором почти три десятка дегустаторов сладкого и полезного десерта со всей страны определили самый лучший мёд страны. Фатима Даурова узнавала некоторые секреты настоящего мёда. «Посмотрите, как долго тянется эта ниточка мёда. Это говорит о том, что он вызрел этот мёд. И если мы вдруг ниточку эту раз обрываем, то посмотрите, что происходит. Вот капелька раз, оторвалась и подтягивается. Прыгает капелька. Она не просто, она прыгает. Видите? И сейчас опять упадёт и опять прыгнет. Так делает только мёд». Лариса Морева – профессор Кубанского государственного университета по совместительству эксперт по сенсорным свойствам мёда. Искусству медовой дегустации она обучалась в Италии у одних из лучших европейских специалистов тонкого ремесла. И вот уже больше 20 лет посредством вкуса, обоняния, осязания и зрения определяет лучший мёд. А её студенты тоже в рядах медовых сомелье сейчас наравне с ней же изучают характеристики представленных сортов. В других мини-лабораториях в дело вступают научные методы определения качества мёда. «В данном случае мы проводим экспресс методы физико-химического определения. Раньше мы обращались в лаборатории, где проходили конкурсы. Сейчас у нас появилась возможность сделать это самостоятельно. Все меда, которые занимают призовые места, мы проверяем на обязательные требования ГОСТ и дополнительно на содержание антибиотиков и пестицидов. Слава Богу, у нас теперь есть волшебный ящичек». «Можно контроль качества производить на сахара, на антибиотики, на пестициды и на тяжелые металлы. Здесь большой спектр анализов, хороший чемодан. Мы его сейчас на этом конкурсе первый раз испытываем». В этот раз во всероссийском конкурсе «Лучший мёд России» представлены более 300 сортов продукции пчеловодов из самых разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. География конкурса с каждым годом расширяется. «Участвуют меды из Новой Зеландии, знаменитый мёд «Манука», из Австралии, из Ирана. «Участвует один из таких очень дорогих медов – это сидр, зейминский мёд. Узбекский мёд и есть. Поэтому цель и главная цель, почему мы проводим эти конкурсы, мероприятия – это пропаганда мёда. Мёд – это богатство страны, здоровье нации». Решение о проведении пятого юбилейного конкурса на определение лучшего мёда России у нас в Карачаево-Черкесии не случайное. Тому способствовала классная работа Союза пчеловодов России, Гильдии медовых сомелье России, Министерства эконом-развития Республики, а также Ассоциации пчеловодов Карачаева-Черкесии. Наш регион широко представлен продукцией пчеловодства, а некоторые сорта мёда способны конкурировать с самыми известными брендами. Совместно с Ассоциацией пчеловодов Карачаева-Черкесии мы решили принять у себя этот конкурс и провести его на базе «Центр мой бизнес», оказать поддержку пчеловодам нашей республики и всех ближайших регионов. Больше 50 человек из Карачаева-Черкесии. Хотелось бы больше, потому что у нас очень много пчеловодов, у нас вообще пчеловодческий край, но не успели мы как бы в краткие сроки начали это делать. Но 50 наших ребят мы должны победить, мы надеемся на это. Наш мёд не то, что самый лучший, но он особенный, он у нас экологически чистый, поэтому мы надеемся на нашу победу. Итоги конкурса «Лучший мёд России» подвели на Всероссийском форуме пчеловодов, который прошёл в Донбайе. Программа конкурса предусматривала проведение мастер-классов и лекций, где экспертами обсуждались актуальные вопросы по современной ситуации в мировом пчеловодстве. Участникам форума была также представлена выставка продажи оборудования, инвентаря, ветеринарных препаратов и литературы для пчеловодства. Чем больше будет выставок мёда, тем больше будет пчеловодов, будет заинтересованы, потому что это нелёгкий труд пчеловода, чтобы откачать качественный, хороший мёд. Это поймёт только пчеловод, который занимается этими пчёлами. И она благоприятно способствует, вот эти выставки, всё, она благоприятно способствует для пчеловодов, для развития системы пчеловодства. Мы проводим вот такие мероприятия с одной целью, чтобы пропагандировать мёд, чтобы мёд наш, это ценный продукт, которым нет аналогов в мире, занимал достойное место на столах каждого дома, каждой семьи, чтобы быть в питании с мёдом. Всегда говорю я, что мёд – это богатство страны и здоровье нации. Нектар пчёл из пасеки нашего земляка Виктора Кузьменко был признан самым качественным среди монофлорных светлых медов. Мурат Бастанов, представивший продукты питания на основе мёда, тоже разделил с ним радость собственной победы. Попробовав один раз российский липовый мёд, гость из Китая Чжан Янде, влюбился в его вкусовые качества и до сих пор он остаётся фаворитом среди всех других видов. Вам нравится российский мёд, качество российского мёда? Да, ваш мёд очень вкусный, полезный. Вкуснее, чем китайский? Много чем. А чем? Чем лучше? Вкусно и видов много. А вы своим родственникам привозите мёд домой, когда едете? Да, да, каждый раз домой, всё с собой, бонны, покажу. А ваш сорт любимый какой? Липой? Ещё горные, да? Горные, да. Из 310 представленных образцов мёда со всех регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья, самым достойным по составу и вкусовым качествам, оказался монофлорный гречишный мёд из Башкортостана. Он же завоевал гран-при конкурса. Всего определили победителей в 12 номинациях. Фатима Даурова, Ренат Муков, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Эта неделя была богата на спортивные мероприятия. Спортсмены принесли очередные медали в копилку Карачаева-Черкесии. Так, Аскерби Гербеков завоевал золотую медаль Кубка Азии под дзюдо весовой категории до 81 килограмма в Гонконге. Денис Бачаев стал победителем первого дня первенства России под дзюдо среди юниоров до 21 года в весовой категории плюс 100 килограммов. Тем самым подтвердил статус лидера в этой возрастной категории. А воспитанник спортивной школы номер 4 Черкеска Дамир Гумшачев вошел в основной состав сборной команды России по боксу. Всероссийские соревнования в памяти заслуженного тренера России Александра Аксенова прошли в Анапе с участием спортсменов со всей страны. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи!